Студентка из Дагестана выиграла золотую медаль на Всероссийской Олимпиаде «Я профессионал». Луиза Зязикова опередила более трех тысяч конкурентов и была признана лучшим молодым педагогом-дефектологом России. Подробнее о том, как встречали победительницу в аэропорту в сюжете Карины Баталовой. Букеты, поздравления и комплименты. На сей раз так торжественно в аэропорту чествует не спортсмена или политика, а будущего учителя. Ведь выиграть в масштабной Олимпиаде участниками которой стали более полумиллиона человек – дело не из легких. В каждом из регионов был свой вузорганизатор. И мне повезло, что я попала в свой родной университет. Это было волнительно, но, если честно, когда я увидела задание, я успокоилась, потому что это моя профессия, я люблю это. И, конечно же, мне было очень интересно. Для Луизы это не первая победа. Она является также чемпионкой России по компетенции психология в третьем национальном чемпионате профессионального мастерства инвалидов – Обилимпикс. Она была очень слабо видела. Это вот сейчас операция ей вернула часть зрения. И, несмотря на этот недуг, она показала, что она лучшая в России. И два года назад на той Олимпиаде и сейчас среди вполне здоровых ребят, что лишний раз говорит о том, что если у человека какая-то цель, если есть сила воли, ему никакие преграды, ничего не могут помешать. Лучшим молодым педагогом-дефектологом в России – это очень знаковое событие не только для Республики Дагестан, но и для всего Северказского федерального округа, так как она, в принципе, является единственным золотым медалистом в нашем регионе. С учетом, конечно, того, что в данной Олимпиаде приняло участие более полумиллиона человек, и лишь только 106 человек стали золотыми медалистами. Как победитель конкурса в скором будущем Луиза получит 200 тысяч рублей, а также льготы при поступлении в аспирантуру лучших российских вузов. Кроме того, девушки не раз предлагали работу в крупных предприятиях, но она верна своим идеям. Работа с детьми вообще всегда меня интересовала, и вначале я даже как-то не могла определиться, в какой именно стезе. А потом я поняла, что именно это направление, оно самое интересное, самое доброе, искреннее, потому что дети не имеют значения, какие они, с особенностями. Без детей, это дети, и каждый из них целый мир, который хочется открывать, изучать и, конечно же, развивать. Сейчас молодой педагог уже работает с детьми с ограниченными возможностями. В будущем она намерена открыть свой собственный центр для помощи ребятам, которым сложно адаптироваться в обществе. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Новости 24, Каспийск.